Восемь Емельянова Ох ты, хорошее место, только холодно, холодильник Рады встречи, в 18 января зафиксировал манджурский орех и личину Надеюсь, не опоздало Ну, я манджурский орех делал так Примерно, да, примерно в январе Значит, у меня они зашли А на тот момент, когда я достал Я их ведро там, это самое, песком пересыпал Когда я их достал весной Есть такой сень, ему было 6 лет Пересыпай, посади свою грядку Может кто-нибудь купит орехи Ты научишься чему-то в жизни Вот, и лишний рубль тоже Очень-очень скромная семья Вот, так А ему было 6 лет Ну, мама ему помогла И две грядки посадили, зашли Вот так же, примерно, как вот в этих же сроках А на тот момент, когда я ведро вывернул Только один был проросший Остальные спали, ну, зашли Так Есть какие-то особенности при посадке в школку И на постоянное место Ой, это целый вебинар дан Напишите мне письмо электронное Я забуду через минуту Константин, давайте про школку Как она постоянно Там есть нюансы Вот В школке есть свои преимущества На первом этапе А на постоянке есть свои преимущества Так, Сергей Александрович Здравствуйте, Подмосковье Теректино Гораничин, привет Виктор, здравствуйте Сергей Косеевич У моего друга растет яблоня Ред Дерешес На дерево погибает от бездумной обрезки Чтобы сохранить сорт Срезал черенки Он ушел только черенки из клеток А не из почек Получится ли что-нибудь с таким черенком Только потеряю время Получится Вы знаете Я за ними наблюдал Вот Когда Вот Обычно это вертикальный побег Обычно Вот этот самый Волчок Во многих случаях Это есть Побег второго сорта Я называю Не из почки А из клетки Но у вас возможно Он все-таки из почки Но есть почки Которые на виду А из почки скрытые Когда появляется На двадцатилетние Древесение Вдруг веточка Уж тут поверьте Это уже из почки Но Смотришь в первый год Какие-то Я вам показывал фотографии Вот Вроде бы нормально Другая В третьей Четвертой Смотришь Почки мелкие Какие-то Несчастные А потом второй год пошел А там уже почки лучше А третий год Все лучше И смотришь Уже нормально плазнулось То есть Их заранее браковать не надо По принципу Хотите спасти Дефицит Дефицит У меня есть такая яблонька Опять делюсь секретом Вы вот Сохраняете дерево То есть сорт Вы связали черенки Вот А когда Сергей Получил Смеяться-то грешно Получил эту посылку Придумать С Крыма Прислать так Что уже Они проросли в дороге Ну нельзя было Быть ваше Там в Крыму-то В феврале-марте Уже можно выкопать Почему мы это время То не отправили И вот они Приросли Я их посадил Я садил Персики Сразу все мертвые А яблонь Парочка осталась Живых В том числе Как раз Ред Дельшин И я успел Веточку с него Взять на второй год Может быть Та сам Из почки То есть из этого Из клетки И больше Он уже не просыпл И так Крымских нет А Ред Дельшин У меня есть Вот это и есть хитрость Что когда выписываете Что-то Получаете Искореченное чудо Вспомните Калновитки Режут Бетские боковые Чтобы Вас обмануть Что это Не Калновитки А на самом деле Не Калновитки Вот Вот таким путем Я это У меня был Когда я проводил Может быть Реприк Главный редактор Вот наш участник Может быть Вспомнит Вот У меня как раз Было это Я стою на трибуне Да А мне Подносят Журнал Московский И там реклама Саженцы из Англии Или Великобритании Ну короче Оттуда С острова Вот Покупать или нет И задают Смотрит мне в лицо Вопрос Как я ответил Я говорю Во-первых У нас Вы знаете Цены там были Десять лет назад Еще скромнее Да Еще скромнее Вот А тут пять тысяч Саженец из Англии Который обречен Сто процентов Вот Кто из вас Сейчас сомневается Что английский саженец Который еще Дорогу перенес Черт и какую Где он там Не болтался Наконец попал В магазин Наконец В этом И шансов у него Ноль Да еще никто не знает Что надо Сбалансировать В этом Чтобы часть Скромно срезать Большую часть И мне говорят Покупать или нет Что я должен был сказать Возьмите журнал И печку А я сказал Не так Я сказал Вы курс прослушали Было два потока По три дня Вы курс прослушали Тогда будьте добры Подумайте Пять тысяч Это вроде много А у вас здесь полно Ну явно по общению Что есть там Друзья Может быть даже Ростовники Скиньтесь По тысяче рублей Пятером И этот же сажен Если бы только Условия выполнены Будет Чтобы он Не пришел Проснувшийся Как Сергей Женеров И я Вот И просто Орежьте его На куски У основания Я так объяснял С трибуны Может быть Эврик даже помнит У основания Оставляйте несколько почек Плюс корни Смотришь Эти корни Которые наверняка Полугнилые Не морозостойкие Ну может для начала Выкормить Вот этот Огрызочек А все остальное Делите По тысяче рублей Между собой Вот так я ответил И на прививку На что Да на все подряд Ну естественно На яблони Так Можно ли привать Вишню на черемах Можно Только зачем Значит Виргинскую вишню И черемуху 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 В общем Нет Ладно Не буду называть Точно это В общем Вишню и черемуху Скрестил Мичурин Это был научный подвиг Я считаю Практического значения Не имел Иначе бы сейчас Царападусь Было Во всех садах Вот А Примеры Почему Раз Игонник Умудрился Скрестить Это там Отдаленная Гибридизация Т-т-т Вот Это отдельная тема Даже не для всех вас Вот И Получается Что их привать Друг к другу Можно Раз он Умудрился Скрестить Не просто С хитростью По принципу Нормальный герой Седай Вход Вот так я ответил Можно Валерий Костянович Если я правильно понял То сибирская Става Вишня Как подвод Не совсем надежный Варят Ого Ненадежный Открыть Черемушки Этим же Черешням И Получилось так Что Дальше Он вынужден был Все таки Их Привать На Вишни Те же самые Как у меня Такие же Вишни Вот Теперь Дальше Так В общем Я ответил На что Привод Так Так что Вы меня не совсем Правильно Поняли Сибирская Става Вишня Которая Приспособилась Сибири Это феномен Просто Понять И оценить Это Фотография Показал Некому Вы видели Я стою рядом Этот центр Видели В саду В официальном саду Вы видели Какие там Вишни Уже Та Вишня Просил Чтобы на нее Привили Что-нибудь Получше Владимир Подскажите Что можно выбрать Каче Подводить Для Шелковицы Значит Обычно Так У меня Опыт Маленький Я привал На белую Шелковицу У меня не пошли Вот А почему Я привал Черную На белую Ну был период Когда я увлекался Шелковицами Вот Привал на белую Только потому что Литература Всегда И что подчеркивает Что именно белая Шелковица Самая морозостойкая Естественно Я использовал Как подвай Так Вот Почему Первая Из семечек Выращенные Мои Шелковицы Давали плоды Как Это была Это была Насмешка Вот ноготь Видите Чуть ли не меньше Чем ноготь На мизин Это была Насмешка Надо мной Над моими попытками Вот Это одна из моих Не видать Второй момент Не пошли Прививки Ладно Так И Получается Что опять Остается только Семен Вот такой Растет Нет Нашел В поселке Сизай Настоящую Шелковицу Достаточно Крупную Ей сейчас занимается Наш друг Этот самый Алексей Колесей Иванович Вот Он уже У меня Я сейчас Наверное еще раз Его продемонстрирую Сейчас Если успеваю И я хочу Что сказать Значит Третий вариант Укоренение Шелковицы Вот И Это значит Что Если шелковицу Укоренять Можно добиться Успеха Как я добился Все таки До 40 Выдерживает Теперь так Может быть Потом Вернемся К Алексею Он Свежее Письмо Мне Лежит Спасибо за субтитры Алексею